Дорогие, добрый вечер, дорогие друзья, у кого, насколько он добрый, продолжается наш замечательный полет вокруг замечательной звезды по имени Солнце, прям все вместе летим, и встречаемся на разных точках планеты Земля, я уже кого-то вижу. Яна Петрова, вот, пока мы. Самая первая. Яна Петрова, привет. Так, номер два, Андрей. Элия Каминова, Вадим Восковский, Ирина Иванова, Наталья Матюшенко, Игорь Фомин, Алла Беляева, Олег Эбелинг, Александр Потников. Привет, Олег, привет, Наташа. Вот, приятно вас ощущать, видеть. Ну, по крайней мере, я вас ощущаю. Ты, смотри, ты туда, вот сюда. Андрей Венов, я присоединяюсь. Привет, Андрей. Ну, что, пока народ собирается, я сейчас не буду петь, я быстренько скажу то, о чем я буду петь, да, о том, о чем сегодня наша программа. Лен, какой номер сегодня программы? 76. 76 номер программы. То есть, весь смысл этой программы, песни 21, заключается в том, что я тут, так сказать, глядя на прожитый, запройденный путь, за спиной, спою все песни, но каждый раз падаю. Вот сегодня наш... Очередная. Да, наш Елена Пинчук, вот я вижу Шашкова. Александр Лановой и Елена Пинчук. Лановой увижу. Привет, Лановой. Привет, Шашкова. Елена Пинчук, мне понравилось рассказать. Алла Беляева пишет, и я, привет, дорогая. И ты, дорогая, вот приятно все собирается. Что-то, что-то, Америки... Олег Эбелинг пишет, здорово, дружи. Здорово, здорово. Михаил Сергеевич, вечер добрый. Вадим Московский, привет. Игорь Фомин, Игоряна Череповец. Игоряна Череповец. Еще не сдохнулся Череповец в своем дыму. Игоряна, держись. Вот. Мария Горбач. Машенька, привет. Вот, блин, всех прям просто в лицо знаю. Просто в лицо, да? Как в пестину мир. Мы все встречаемся в эфире «Песня в 21». Что хочу сказать, что сегодняшняя песня, она добыта из таких... Недр. Недр, да, моей бытности. И посвящаю ее, знаете, к чему? СКК. СКК имени Ленина. Да, конечно, имени плохого, ну, какого бы ни было, но тем не менее. Это дворец, который прожил меньше моего. И, честно говоря, мне как-то стремно. Как-то стремно. Вот я вернулся из армии, отслужил, да, и вернулся, и он только-только был построен. Только-только. И вот, значит, он прожил еще 15 лет, а потом вступил в должность... Руководителя державы Володя Путин. Вот 20 лет он без Путина был. Без Путина был. Беспутная была жизнь этого дворца. А потом 20 лет его никак не могли эти железяки покрасить. Понимаете? Вот за 20 лет правления Владимира Путина, значит, эти железяки, по версии тех, кто решил захватить его, в общем-то, заржавели, испортились. И, в общем-то, на самом деле гениальное. Я как человек, который знает сопромат, гениальное, подтверждаю, генеральное строение. И мне его очень жалко. И не только мне, но многим музыкантам, с которым я разговаривал. И поэтому я добыл эту песню, которой тоже 20 лет. Приблизительно 20 лет она, где-то в нулевые годы написана. И записана тоже вот с людьми, причастными к этой песне, записи, люди, которых, некоторых из которых нет, например. Писались мы, инициатор этой записи, Коля Корзинина. Это группа Санкт-Петербург и колоков, ну и спа баба, естественно. И писали они вместе с Зайцевым, с Никитой Зайцевым. Вот в эти дни, как раз, когда мы писали эту песню, на студии Тропила, во время, во время, которое нам выделил от своей записи Эрикшан. Вот тогда мы так плотненько жили. Одни, да, одни такие люди, Лен, как это называется, люди, легенды, да, вот я сейчас перечислил. У вас таких немного. У нас таких уже немного осталось, да, и вот наша легенда, да, этот СКК имени Ленина ушел. И вот тогда мы записали эту песню, называется «На прощаюсь, руку дай». Я думаю, что вы все уже подсобрались. Елена Смирнова, Максим Шадрин, Валерий Епифанов, Сергей Пуляхин, Татьяна Гурьянова, Тамара Пущина, Никита Рязанский, Светлана Федотова, Анатолий Быстров, Юлия Егорова. Ну, давай будем петь, наверное, уже. Кого не назвали, а тем более, кто назвали, пишите там всякие приветы, замечания. Да, Маша Горбач пишет «Ура!» Дмитрий Лобоцевич, Алена Плинова, Игорь Чередник, Алекс Лисовский, успел Алекс. Так, я даже не знаю, с кем Чередник смотрит. Я догадываюсь, что Чередник смотрит в компании, знаешь, кого? Крымова. Сегодня Аленка Крымова сдает Чередник в его экзамен. Галина Абухова. Это он Чередник готовит на барабанщицу. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. Я потом перепроверю. Так, итак. Израиль нас смотрит, Витя. Шалам алейкум. Привет. Александра Смирнова. Так. И так песня называется «Прощаюсь, руку дай». Прощаюсь, руку дай. Да не спеши обидеться. Делаем мысли наше, Время разберет. Быть может завтра, Мы сможем не увидеться. Не через месяц, Не даже через год. Быть может завтра, Мы сможем не увидеться. Не через месяц, Не через месяц, Не даже через год. Сегодня ночь как ночь, Огонь свечи колышется. Возьми гитару, Сыграем ли пару нот. Быть может завтра, Мы можем не услышаться. Не через месяц, Не даже через год. Быть может завтра, Мы сможем не услышаться. Не через месяц, Не даже через год. Ты помнишь, Дикий сад, Теперь там просто улица. Пришли бульдозеры, Пришли бульдозеры, Пришел туда народ. И с той черемухой, Теперь не снюхаться. Не через месяц, Не через месяц, Не даже через год. И с той черемухой, Теперь не снюхаться. Пришли бульдозеры, Пришел туда народ. Так стань мне церковью, И я приду наведаться. А если хочешь, Валяй наоборот. Быть может завтра, Нам поздно исповедаться. И через месяц, И даже через год. Быть может завтра, Слишком поздно исповедаться. Возьми гитару, Сыграй мне пару нот. Прощайся, руку дай, Да не спеши обидеться. Делай мысли наше, Время разберет. Поскольку завтра, Мы можем не увидеться. И через месяц, И даже через год. Поскольку завтра, Мы можем не увидеться. Делай мысли наше, Время разберет. Спасибо. Слышу ваши бурные аплодисменты, друзья. Напоминаю, что это была песня, которую мы записывали еще с Колей Корзидиным в компании с Никитой Зайцевым. До свидания Тропилла. Во время... Во время... Времени сэкономленного Владимиром Рикшаном. Это было на Петроградской стороне, на Большом проспекте. Виктор Шаву наш пишет. Привет, Израиль слушает. Лариса Сотникова, Ларочка, привет из Чикаго. Я хотел же сказать, что ты Америке не слушал. Владимир Данченко присоединился. Привет. Павали Харакайнин, Дмитрий Иванов, Николай Мелешкин, Алла Беляева хлопает нам. Николай Мелешкин, добрый вечер, Михаил, Виталик Грязнов, Александр Либертайм. Ирина Иванова пишет, а я там на площадке экзамен по вождению в автошколе сдавала. Я тоже там училась, кстати, возле СКК. Но не экзамен сдавала, а практика там у меня была. Вот, Алла Беляева поцелуйчики опять нам шлет. Светлана Цихновская аплодирует. Инна Ильина присоединилась. Юра Мочулов присоединился. Юра Мочулов. Мочулов. Прошу прощения. Обалдеть. Очень приятно, Юра. Очень приятно. Вот, здорово. Да. Среагировал на фамилию Корзинин, Зайцев. Да. У меня от Зайцева осталась такая примочка. Именно во время этой записи он решил сбагриться от старой примочки, от Хоруса. Тогда он приобрел себе другую штуковину, помощнее, процессор. Там было больше вариантов, а примочку он сбагрил у меня. Потом с этой примочкой, кстати, Юра Мочулов, если слышит до сих пор, то с этой примочкой мы выступали на фестивале, на молнии неба с добротой. И она звучала на том пароходике, который катался по реке. И она еще звучала в этом юбилейном. Его, кстати, не развалили, слава тебе Господи. Но возле него уже построили какую-то газпромовскую фигню. Эти макаронники. Я об этом сегодня делаю репортаж. Построили стекляшку во времена Валентины Ивановны. Построил ее. Разрешил это все Александр Бахмистров. Но это тоже газпромовская история. Да, газпромовская история. И сегодня там развален Гибх. И вроде бы Князь Владимирский Собор так красиво на берегу стоит. Но уже появился большой кран. И сейчас от биржи еще можно видеть Князь Владимирский Собор. Но скоро его застроят. Вот такая история. Еще скажу, друзья мои, что очень скверны времена. И без этого нельзя сегодняшний эфир нам закончить. Что сегодня, ну не сегодня, а 10 числа, осуждены, по-моему, не судом, а неизвестно кем. Люди, которые ничего, в общем-то, и не совершили. Никакого преступления. Что они совершили, это молодежь, это обидно, что люди получили от 6 до 18 лет. От 6 до 18 лет. И страна вся бунтует. И, в общем-то, я тоже бунтую. Я подписал сегодня вместе с многими друзьями документ протест. Протест, чтобы ребят освободили. И там в этом протесте не написано, что типа уважаемый там Владимир Владимирович. Вот такого обращения там нет, потому что, наверное, потому что у нас может быть... Это мое личное мнение. Президента-то, в общем-то, нет. Поскольку эта должность получена жульническим путем. Это мое личное мнение, мое соображение. И поскольку, если жульническим путем влезть на кресло, то, естественно, то... Понятно, да? То есть, все остальное незаконно. Вот. Что хотел еще сказать. Что мы встретимся, наверное, с вами. Наверное, встретимся. И через месяц, и через год, возможно. Будем на это надеяться. Будем надеяться. Что 21-го числа у нас будет эфир, прямой эфир радио «Город Кудрово». А это послезавтра? Это послезавтра уже. В 19 часов. Я не знаю, будет ли там прямой эфир. Конечно. На то новое радио. А если нет, мы устроим. Ну, по радио. Да? Мы поставим, по крайней мере... Ну, короче, там будет квартирник на радио «Город Кудрово». И туда можно приобрести билеты, прийти вживую это посмотреть. И остаться в истории, да? Да. Совместно. Билеты там недорогие. Предварительно всего по 300 рублей. Вообще, это даром. Это даром. Да, зайдите в группу «Квартирники радио «Город Кудрово»» и там все написано. К нам присоединились Алена Крымова, Юрий Логвинов, Татьяна Вахмякова. Крымова сдала экзайм, нет? Крымова, Алена, ты сдала экзайм. Ты сдала экзайм, на пешином сдала, не сдала. В общем, как там? Я вообще... Поставил какой-нибудь знак. Тройку поставил хоть тебе какую-нибудь там. Милора Макарова, Татьяна Рубяжева, Марк Аноприев, Эдвард Лифлянский. Ну, про квартирник мы сказали. А еще, значит, еще скажем. Там вот лайки идут. Значит, вам... Не безразлично. Да, это все не безразлично. Очень приятно, да, что мы не просто попели, а еще можем пообщаться. Вот. Когда будет следующий эфир, непонятно, но 22-го числа после города Подрова будет такой тоже небольшой, сразу на следующий день, концерт, библиотека и... Имени братьев Стругацких. Это на Типаново, 29. Это, в общем-то, недалеко. В библиотеке будет. Это, в общем-то, тоже Московский район. Это наша дружественная библиотека. Почему-то они нас возлюбили, а мы их... Мы их любим, а они нас любили. А они нас любили. Вот. И, значит, самое главное событие, которое грядет, к которому мы готовимся, и вы, наверное, готовитесь. Только надо правильно его назвать. Это 8 марта, день рождения Клары Девственницы, которая торговала розами в городе Люксембурге. Вот, в честь этого события, почему-то у нас в детстве мы поздравляли наших девочек, наших мам, наших школьников, наших педагогов женского пола. Вот такое поклонение у нас было женской красоте, и, в общем-то, привычка-то осталась. И ничего страшного, что-то вот именно из-за Клары, этой Девственницы, все началось, и розы. Нам нравится. Нам нравится. Это история, так что повод есть. Я так считаю, что это праздник. И мы сольемся в этот день, на Пушкинской, 9, и мы споем вам песен о любви всякой разных, с приколами и без приколов. И потом будет там, типа, не только подарочки. А, подарочки. Подарочки, сюрпризы. Не будет, сидите, сидите, смотрите. А будем вот так смотреть, а потом мы еще подарок своем. Вот, разомнем косточки, да? Дискотека. Дискотека. Дискач. Дискач. Вот, что бы я делал без Елены Пинчук? Все мне подсказывает, мне только, ну, как попугаю, повторять, и все будет нормально. Кого ты говоришь, Америка не смотрит? Это Михаил Цеханский. Цеханский. О, кумы, доброго, доброго. Что воно у них там, ранку? Ага, наверное, вечер уже. Доброго вечера, кумы. Нет, день у них, день. Обед, время обеда. Гуд, что у них там по англесу? Гуд дэй. Нет, не гуд дэй, а автинон. Гуд автинон. Автинон у них там, конечно. В общем, гуд автинон, кумы. Короче, хеллоу. Да, хеллоу. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Хеллоу. Вот. И, что... Арися пишет, а у нас будет пурим. То тоже добрый. Теша. Анонсы напишите текстом в фейсбуке, пожалуйста. А из Казахстана кто-нибудь смотрит? Соломаться себе, кормите дёж-стар, жёл-да-стар. Казахстан вы смотрите, ну-ка отзывайтесь. Казахстан, наверное, в одноклассниках в основном сидит. Да, одноклассники казахи в одноклассниках сидят. Мария Горбач пишет, классная песня, очень актуальная для меня сегодня. Будем успевать любить, обниматься, встречаться. Обязательно. Вот эти пункты, обязательно любить, обниматься, встречаться. Это просто обязательно. И ещё, я сейчас буду про 22 марта сказать. 22 марта же не только мы будем сами танцеваться и фуршититься 8-го, а 22 марта у нас будет для детишков. Для детишков будет спектакль «Маленький принц». Мы умудрились поставить такой спектакль, на котором детям, несмотря на всю мудротень этого произведения, на всю глубину, мы умудрились сделать такой спектакль, на котором дети сидят, слушают, участвуют с открытыми ртами, причём в двух отделениях, и не, ну, делаем антрактик, вот, и не шумят. Нет, они шумят так давно, когда нужно шуметь интерактивно. И затаиваются, когда нужно слушать. То есть мы сделали некое действие, которое, ну, мне изначально казалось невозможно сделать. Я по секрету вам скажу, наш спектакль даже лучше, чем книжка. Ну, это не совсем так. Ну, это субъективное мнение. Я скажу так, что мы не стали все-все мудрости впихивать в это действие. Он не такой занудный и музыкальный. Да, он музыкальный, подвижный, подвижный. И если мы там зацепили самые главные, самые главные вехи, которые, мне кажется, Экзюпери хотел нам оставить в наследство. Вот, и если ребенок посмотрит наш спектакль, то он потом и перечитает саму сказку. Она замечательная. Вот, потом мы еще кое-что готовим, все, сюрпризим. Но раньше времени это выдать не хотим, потому что мы боимся сглазить. Сами понимаете, так скажешь. Старики говорят о том, что они сделали. Молодые говорят о том, что они делают. А дураки рассказывают, что они собираются сделать. Ну что, наверное, все, да? Мы обо всем договорились. Вот песня прозвучала. Давайте поздравим дружно Володю Двинянина с Днем Рождения. Да, точно. Володю Двинянина с Днем Рождения. Это наш оператор. Он часто на наших концертах снимает. Помогает нам кино снимать, которое, кстати, все немножко помогли нам снимать своими вложениями. И еще сегодня, так получилось сегодня, день рождения Задворной Маши. Это наша активистка Зеленой Волны, с которой мы тоже спасали скверы в свое время. Она мучительный символ Зеленой Волны и, может, двойной даже. Есть у нас такая фотография, где Маша стоит со Знамеем Зеленой Волны на моем Горыныче. Горыныч, это газ, это УАЗик 412-й. И он едет по городу. Вот. И, в общем-то, отвоевывать скверы у этих алчных застройщиков, у всяких там Валентина Иванов. У Газпромов. И у Газпромов, и у этих, блин, всех не перечислить, короче. Керныки, а скверы наши. Пожалуй, я закончу эфир, а то я сейчас разнесу эту студию, к черте матери. В общем, вы поняли, где мы встречаемся, да? Я вас всех очень люблю, всех помню. Восьмого марта обязательно. Я очень люблю. Берегите друг друга. Сюрприз. Давайте беречь свой подъезд, свой двор, свой город, свою планету. От всяких там неходяев. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok